Не так давно меня посетила мысль вернуться в Майнкрафт и поиграть в него снова. Но поскольку обычный Майнкрафт мне уже надоел, я решил скачать Майнкрафт с Даркнета. А чтобы дополнить свои ощущения, я зашёл в него глубокой ночью. При скачивании на моём рабочем столе появилось два файла. Это Майнкрафт с Даркнета и описание. Мне стало интересно, что находится в описании такого Майнкрафта. В описании был текст. Если ты хочешь умереть, тебе сюда. Зайдя в сам Майнкрафт, на моём экране появились помехи и красная надпись на английском языке. Что в переводе с английского на русский означает «ты умрёшь». Я не обратил на это должного внимания и решил создать мир и зайти в саму игру. Но оказалось, что мир был создан до моего присутствия. Название мира вызвало у меня неподдельный интерес. Переведя в переводчике, выяснилось, что название мира соответствует той надписи на экране, а именно «ты умрёшь». После такого мне всё больше не хотелось заходить в мир. Но я решил всё-таки зайти и посмотреть, что будет дальше. Находясь в самой игре, мой экран невероятно сильно мигал. Цвета привычной нам игры были необычными. Первым делом я добыл ресурсы и принялся за постройку дома. Постройка дома заняла очень много времени. Я приготовил себе поесть и лёг спать. Очень странным показалось то, что мой персонаж не засыпал. Неожиданно для меня на первом этаже послышали шаги. Очень тихие, но всё же заметные. Я взял факел и пошёл проверять обстановку. Спустившись на первый этаж, я тщательно осматривал окрестности дома. И в один момент в отражении зеркала мне показался он. Монстр, которого я прежде нигде не видел. Я резко повернул голову, но это загадочное существо испарилось. Словно ничего и не было. Судя по всему, он хотел проникнуть в дом. И у него это почти получилось. Он успел лишь сломать один блок стекла. Эта ситуация поставила меня в полный ступор. Мне ничего не оставалось, как исследовать место происшествия. Я подошёл к этому месту, посмотрел по сторонам. Вроде как никого нету. Но этот монстр решил испытать мои нервы и показался снова. И сразу исчез. Эффект от телепортации выглядел как пыльца. Я побежал на место, где он был последний раз. В воде мне показался какой-то свет. Как будто на дне что-то есть. Моё любопытство взяло верх, и я попал в загадочное место. Мои опасения подтвердились. На самом деле я нашёл сундук, который не внушал мне особого доверия. Я открыл его, так как у меня не оставалось выбора. Внутри сундука находился лист бумаги, на котором был текст. В деревне неподалёку была найдена заброшенная лаборатория. Там появляется на свет вся нечисть, которая и по сей день не даёт спокойной мирной жизни. Это письмо является обращением к тому, кто его найдёт. Кто бы ты ни был, ты должен нам помочь. Найди торговца оружием в деревне и купи у него что-нибудь. Джейкоб Вернувшись после всего происходящего в свой дом, я скрафтил лодку и отправился в деревню, про которую говорил тот человек из письма. Путь был недолгим, так как деревня находилась очень близко к моему дому. Приплыв, я решил пробежаться по всей деревне и посмотреть на всю обстановку в целом. И вдруг, я нашёл очень необычный дом. Таких домов в обычном Майнкрафте не существует. Это и был дом того самого торговца оружием. Я был в полном шоке и не понимал, как это может быть устроено в этом Майнкрафте. Как будто за мной кто-то следит и контролирует мои действия. Я позвонил в звонок на двери несколько раз. Ко мне вышел обычный паренёк. Но я же играю в одиночную игру. Неожиданно для меня, он мог со мной разговаривать и я понял, что я имею дело с настоящим человеком. Но как? Как это возможно? Он был очень гостеприимным. Сказал, заходи. Закрыл все шторы и спросил, что у тебя произошло. Я незамедлительно рассказал всю ситуацию. Сказал, что на мой дом напал какой-то монстр. И я не знаю, как мне быть дальше. Мне попался очень добрый игрок. Он смог успокоить меня и подарил мне оружие для самообороны. Он был неудивлён моему рассказу про монстров. Ведь он их видит каждую ночь. Через некоторое время он предложил мне пойти с ним. И начал рассказывать историю о том, откуда берутся все эти монстры. И действительно, пройдя несколько метров, мы увидели какого-то монстра. Он отличался от того, что был у моего дома. Подойдя поближе, я узнал его. Это был Картен Кэт. Такой же страшный, как и в реальной жизни. Но на моё удивление, он нас не трогал. А просто стоял и смотрел прямо в душу. Несмотря на это, нам пришлось его убить. Чтобы обезопасить себя и жителей деревни. Он был не один. Пройдя несколько метров, мы встретили ещё одного. Внешне он имел различия с предыдущим. Ещё один. Откуда их тут столько? Они все чем-то различаются. И вдруг, мы встретили самого большого из них. Но радует то, что они очень слабые. Как будто это иллюзия. Каждый из них умер от одного выстрела. При убийстве Картун Кэта с каждого из них выпадала своеобразного рода душа. Её можно было подобрать. Но это ничего не давало. Я решил не тратить время и спросил про заброшенную лабораторию. Оружейник без каких-либо вопросов показал, где она находится. Мы подошли к пещере, которая ведёт лабораторию. Оружейник толкнул меня. Направил оружие и заставил меня идти в темноту. Чтобы разобраться с причиной появления страшных существ в деревне. У меня не осталось выбора. Мне пришлось идти вглубь пещеры. Зайдя в пещеру, я увидел каменные ступеньки. Осматривая всё вокруг, я начал аккуратно спускаться вниз. В самую глубь. Я увидел очень странный тоннель. Такое ощущение, что у него нету конца. Но там слишком темно. Мне туда точно не надо. И вдруг я нашёл тот самый путь, который ведёт в заброшенную лабораторию. Житель говорил, что оттуда мало кто возвращается живым. Но меня это не остановило. Я шёл до конца. Спустившись по ступенькам вниз, я увидел железную лабораторную дверь. Учёные хотели спрятать её от глаз обычных людей. Идя всё дальше и дальше, у меня было постоянное ощущение, что за мной кто-то следит. Мне всегда казалось, что я слышу чужие шаги. Открыть бронебойную дверь не составило никаких проблем. Там стояла каменная плита, наступив на которую, в дверь лабораторию оказалась открытой. Я увидел по-настоящему страшное место. Мои руки задрожали от страха. Меня ждала темнота и опасность. Я шёл прямо по деревянному мосту. А подо мной были деревья, проросшие сквозь металл за многие века. И вдруг я услышал шаги. Но никого не было рядом. Неожиданно для меня дверь открылась. Но как? Чтобы она открылась, нужно наступить на плиту. А там никого. Я подбежал, посмотрел. И действительно, никого рядом не было. И тут неизвестное мне существо побежало за мной. Я его не видел. Видел лишь следы. Кто-то бил меня из темноты. Мне на секунду показалось, что я сплю. И это нереально. Но нет. Это самая настоящая реальность. Я успокоился. Подумал, что мне всё это кажется. И продолжил свой путь. По этой лаборатории. Интересно. Зачем тут нужна лава? Наверное, туда скидывали отходы от производства. Всё здание лаборатории было в растениях и затоплено водой. Жуть. Страшнее мест я ещё не видел в своей жизни. Из ниоткуда на меня вылетело какое-то существо. Но оно меня не тронуло. Его цель была напугать. Я побежал за ним и увидел довольно странную картину. Оно просто прыгнуло в лаву и растворилось. Зачем это нужно? Меня тут явно ждут. Но пути назад нет. Я нашёл дверь в лабораторию. Она вся была освещена. Но для кого? Много дверей. Много комнат. Я не понимал, что мне нужно делать, чтобы спасти всю деревню до нападения тех монстров. И вдруг я нашёл мёртвого человека. Его глаза были схожи с глазами Херабрина. Что-то странное я увидел в нём. А может он и не мёртв, а просто притворяется. Пока я стоял и разглядывал его, ко мне подошёл учёный из лаборатории. Но вся одежда на нём была порвана. Его поведение меня очень сильно напугало. Он просто посмотрел на меня и пошёл в соседнюю комнату. Закрыл за собой дверь. Я решил проследить за ним. Открыл дверь, но там никого не было. Он исчез. Мне стало очень страшно. Я был на грани срыва. Но решил до конца разобраться с этой историей. И начал обыскивать всю территорию лаборатории. Комната. С надписью «Опасно». Посторонний вход запрещён. Но она вся в крови. Я решил туда не идти. Слишком жуткое место. Обернувшись, я заметил, что около того мертвеца стоит какой-то монстр. Он выглядел очень странно. Когда я к нему подошёл, он испугался и побежал в комнату. Я побежал следом за ним. Мне было интересно узнать, куда он меня ведёт. Зайдя в эту самую комнату, я испытал страх. Всё было в крови, словно комната пыток. А в углу стоял совершенно другой монстр. Это был тот же самый монстр, что и был у моего дома. Мне ничего не оставалось, как бежать в то помещение с табличкой «Опасно». Вроде как всё. Я в тишине. Никого рядом нету. Это продолжалось недолго. Дверь закрылась. У меня началась паника, и тут появляется какой-то учёный в чёрном костюме. Он приказал мне сесть на электрический стул. Он страшно кричал на меня на своём языке. Я не понимал ни слова. Но, скорее всего, он был очень недовольен тем, что я зашёл в этот Майнкрафт. Учёный подошёл ко мне. Надел маску. Я ничего не видел. Смотрел в темноту. Слышал лишь страшные звуки. Маска снялась. Передо мной стоял Cartoon Cat. Он смотрел мне в глаза. Не сводя взгляд, и улыбался. Он постепенно приближался ко мне. Всё ближе и ближе. Когда он подошёл совсем близко, он испарился. От него осталось лишь пыльца в воздухе. Свет погас. Я услышал шаги. Начал медленно поворачивать голову. Продолжение следует...